У вина достоинства, говорят, целебные. Я решил попробовать. Бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вывезло что-то непотребное. Может быть, зелёный змей, а может, крокодил. Если я чего решил, я выбью обязательно. Ну, к этим шуткам, что всё очень отрицательно. Оно зелёное, пахучее, противное, прыгало по комнате, ходило ходуно. А потом послышалось пение зауныние. И видение оказалось грубым мужиком. Но если я чего решил, я выбью обязательно. Но к этим шуткам я отношусь очень отрицательно. Если было у меня времени хоть час, я бы дворников позвал с мётлами. А тут вспомнил детский детектив, старика Хатабыча. И спросил, товарищ Ибн, как тебя зовут? Но если я чего решил, я выбью обязательно. Но к этим шуткам я отношусь очень отрицательно. Так что я хитрить, говорю, брось свою Иудину. Прямо, значит, отвечай. Кто тебя послал? Кто загнал тебя сюда, в динную посудину? От кого скрывался ты? И чего скрывал? Тут мужик поклоны бьёт, отвечает. Вежливо. Я не вор, я не шпион. Я вообще-то долг. За свободу за мою. Захотите, ежели вы. И забью для вас любого. Можно даже двух. Тут я понял, это джинн. Он ведь может многое. Он же может мне сказать, фраза золочу. Ваше предложение, говорю, у Бога. Морду будем пузы бить. Я вина хочу. Ну а после чудеса по такому случаю. Да не без дворец хочу. Ты на то и без. А он мне. Мы таким делам вовсе не обучены. Кроме мордобития никаких чудес. Врёшь кричу, шаришь кричу. Ну и дух в амбицию. Стукнул раз. Специалист, видно, по нему. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали Аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, рук ему за спину. И с размаху кинули в чёрный воронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке? Лучше уж в бутырке посидеть. Может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.